Блестящий обученный личный состав, оглушительные залпы новых боевых машин и авиация прикрытия. Мастерство ведения боя оттачивает в сложных условиях пересеченной местности 31-я десантно-штурмовая бригада. Это первое учение под руководством полковника Андрея Стесева. Основная задача, также это учение и цель, это проверить способность десантно-штурмового батальона и преданных подразделениях в выполнении задач, которые были определены на летний период обучения. Это завершающий этап подготовки десантно-штурмового батальона. По завершению учения батальон будет дана оценка, способен или не способен батальон выполнить задачи. Обнимаем позицию, справа от вертолета в бою. Бой происходит в сложной радиоэлектронной обстановке. Диверсионно-разведывательная группа – условный противник с высоким уровнем подготовки. Их упорство только раззадорило бойцом батальона, и враг был повержен. Мы должны были остановить силу наступления бойцовного батальона, но у нас это не вышло. Главной героиней учения – новейшие боевые машины. БМД-4М «Садовница» и БТР «Ракушка» рассчитаны на бой с танками, десантирование самолета, движение под уклоном в 35 градусов и разрушение зданий Дага. Их пулеметы чистят местность от вражеской пехоты в радиусе 4 километров, а пушки поражают цели в радиусе до 7 километров. «Садовница» в два раза превосходит по силе свою старшую сестру, знаменитую «Бахчи». Готовность десантно-штурмового батальона командование оценило по достоинству. Еще на первом этапе учений бойцы показали высокий уровень подготовки. Задача справилась в полном объеме, управление было устойчивое, цели были поражены. Через несколько дней учения 31-й десантно-штурмовой бригады продолжатся. В условиях непогоды и сложного ландшафта в качестве полигона ожидает лесисто-болотистая местность. Виктория Шикова, Даниил Сурков. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.